Здравия, воины! И сегодня, несмотря на различные наезды на тонком плане, скажем так, и на чем угодно, хотя это уже такие вялые, слабые и прочее, я решил среди нашей вакханалии все-таки продолжить делать свой труд ежедневным, продолжать делать. Напомню, для тех, кто не знает, уже примерно два с половиной года, почти три, я выкладываю ролики ежедневно, начиная с открытия англоязычного канала, потому что для меня, в отличие от многих и многих на ютубе, это не бизнес, это борьба. Это реально борьба, которая длится давно, явно не три года, и идет на всех фронтах для тех, кто смотрит канал Цельнозор, смотрит сеансы, и смотрит кучу подтверждений, находит, и те понимают, о чем я говорю. И среди нашей вакханалии, вот такой вот, среди многих осложнений от побочек, когда вот 20-летний человек, здоровый, пышущий силами, умирает после 12, ну спустя 12 часов после укола, когда вот такими вот новостями полон даже западный официальный интернет, это Ньюс 10 и так далее, когда так называемые побочки просто заполонили всю информацию и так далее, потому что отчасти я уже говорил, отчасти нет. Да, кстати, вот этот вот, тот, кто выпустил обувь сатаны, и вот этот вот, тот, кто возбудился во всех смыслах от сатаны в клипе, выпускает вот такие футболки, продает, типа, я люблю Иисуса, и это лишь часть Монтеро, видео Монтеро, того видео, в котором вот, вот этот вот Little Nass возбудился от дьявола, потому что это было, ну, такой классный способ самовыражения и искусство. Он это искусством называет. Я не понимаю, это глупые отмазки. Я уже делал разборы этого Little Nass, этого Монтеро и так далее. Ну, вот во всем этом бедлами нашим, когда на Ютубе, понятно, этого нет, но вот на Бичуть рекомендую вот разные каналы. Что происходит, вот полное интервью Дэвида Айка. Рекомендую послушать вот это интервью. Для тех, кто говорит на английском, постараюсь как-нибудь сделать перевод. Там реально много, больше намного информации в Рамбл, где я нахожусь, в общем-то. И в Бичуте. Очень много информации, на самом деле, для анализа, для информирования. Но как-нибудь я сделаю разбор. Сегодня разбор о любимом нами Агутине. Хотя некоторые интересные цифры все еще продолжают нас бомбардировать вот такими послами. Не 65, не 61, а 66 погибают и так далее. Ладно, мы об этом поговорим позже. А сейчас мы все-таки вернемся к нашей любимой теме. Об искусственном интеллекте тоже можно поговорить долго. Рекомендую все-таки подписаться на мой канал, на Рамбл. Канал так называется Цельнозор через С. Потому что YouTube мало-мало-мало-помалу становится откровенной помойкой. Откровенной. Почему я так думаю? Да потому что он поддерживает только бизнес. Также рекомендую посмотреть на YouTube. Девушка иносказательно показывает таблички. Рассказывает о некоторых решениях, связанных с небесной радостью и с вот этими замечательными антенночками крестовидными. Дана Эшел. Как-нибудь я разберу ее попозже. Она рассказывает вот об этом препарате, который был в 2019 году и так далее. Ну ладно, мы пока не об этом. Мы о нашем любимом Агутине. Который все еще не успокоится. Он подал в ИП Агутин. Подал иск Камамаеву Илье Александровичу. Более известному как Цельнозор. Ему оставили его заявление без движения. Не понимаю, каким образом сразу не отшили. Потому что я не субъект, скажем так, коммерческого отношения. То есть, наверное, в суде и общей юрисдикции все иски ко мне должны быть. Если этот иск подавать, то, наверное, к Гуглу, к Ютубу. Но странно, суд почему-то не отшил сразу. Он затребовал какие-то непонятные документы. Предложил им подать свидетельство текста претензий, записи видеоролика, встречное уведомление ответчика. Ну, встречное уведомление сложно подать, потому что они почему-то в Орел его посылают. Хотя я там не живу, не прописан. Я давно живу в своем единственном жилье в новомосковске. Надлежащий, если доказательство оплаты госпошлины, также почему-то не представил ИП Агутин. Понятия не имею, почему зажал госпошлину. Так написал бы, что денег не хватает. Ну, хотя по новому клипу, который я сейчас буду разбирать, деньжат у него должно хватать. И еще рекомендую вот этот канал, где сказано, каким образом будут работать уколы. Со ссылкой на патенты Дарпа и так далее. Все это есть, но это все прекрасно показано в других каналах, в Телеграме, Питч Блоссом и так далее. Теория большого шока. Рекомендую каналы, я часто их репощу на своем канале Телеграм. Я также делаю ссылки на оригиналов. Так вот, почему-то в новом иске, я к чему, Агутин ни слова не говорит, что я его причислил к масонам. Ну-ка, да какие масоны, я вас умоляю. Ну, просто вот у него с Викторией, ой, с Анжеликой, Варум, почему-то иногда перед камерой сразу резко начинаются вот какие-то спазмы. Спазмы и лицевые, и вот тут все замечательно. Один глазик, вот определенный жест. Ну, спазмы в руках начинаются резко. И начинаются просто перед камерой определенные жесты показывать. Ну, случайно совпадение. Ну, какое масонство? Ну, милый иудейский юноша. Просто вот у него начинаются, видимо, спазмы перед камерой, именно перед фотокамерой. Где-то тут были еще фоточки. Ну, неважно, аналогичного содержания. Видимо, уже убрали. Да, ну, бывает. Ну, совпадение. Это какой? Он совершенно ни разу не масон. И вот этот ни разу не масон почему-то против того, чтобы я рассказал, какие образы в его клипах. Ну, вот совершенно. Вот совершенно непонятно, почему вот у этого милейшего, замечательного человека вот такие вот судороги, спазмы просто кистей. И это можно продолжать до бесконечности. И он в иске возражал, если я показываю, как я всю эстраду нашу показываю, о принадлежности к определенным кругам. Все на нашей эстраде такие. Ни таких не бывает. Я смело утверждаю, что все на нашей эстраде нетрадиционные музыкальные ориентации. Где-то тут есть у меня так. А, тут Агутина нету. Ну, ладно. Не суть. Да, ну вот случайно определенные жесты, определенная буква В. Наверное, опять же повторюсь, вот ни слова против творчества. Творческий человек, он художник, он так видит. Ну, совершенно случайно у него. Видимо, очень много на гитаре играет, и просто вот почему-то вот так вот такие жесты непонятны. Можно очень долго рассматривать вот эти вот жесты. Ну, просто иногда человек вот судороги просто. Ну, ладно. Я даже выделил в другом браузере, чтобы проще быть. Еще раз говорю. Все на эстраде определенной музыкальной ориентации. Отжигает Сайрус с определенными символами. Той самой мамы, одноглазой, масонской королевы Роя. Жжет. Она дочка той самой мамы тоже стала. Вот прям к сиське буквально. У нее, говорит, власть. Вот красные очочки там, как у Би-2 были и так далее. Ванна. Свободу хотят. Ну, вот. Что с этим делать? Как с этим бороться? Даже Максим туда же, но это, наверное, будет следующий разбор. Так, не буду. Ну, ладно, придется проиграть. У меня здесь не подключено... У меня здесь не подключено удаление рекламы, ну ладно. Вот тут откровенное прославление красно-черного. Программу, которую нам пытаются заложить в этом клипе, я разберу позже. А сейчас мы вернемся к нашему замечательному ни разу не масону. Который почему-то делает отсылку к цифре 13, как мы здесь уже увидим. Код 13. На интересной тоже, на тайм-коде своего соплеменника, скажем так, пиарит. Память почитает, что, в общем-то, тоже отлично, хорошо. Это замечательно просто, что вот этого человека, вот буквально гения русской словесности, кто-то помнит. Я просто рад. А теперь посмотрим очередной клип. Предыдущий клип, демонстрации этого клипа почему-то Агутину и Пэй Агутину не понравилось. Потому что там в видеоряде присутствуют и показанные воронки старые, заросшие от взрывов, и движение феминизма и так далее. То есть определенная программа, которую я вскрыл, рассказал, показал. Далеко не все показал. Можно еще посмотреть по кадру при желании. Потому что врага нужно передумать, рекомендую каждому посмотреть предыдущий ролик Агутина. Ну так вот, он выдал новый. Я не успел вовремя, вот с опозданием в два месяца разбираю, но надо. Он выдал его сразу практически. И надо было рассмотреть сразу. Но вот я не шмок. Не шмок, потому что очень-очень много всего было за этот период. Естественно, самое интересное, это не в словах. Потому что, как всегда, почему-то в клипах Агутина видеоряд, по крайней мере, в последнее время не совпадается со смыслом тех стихов, которые он поет. Вот абсолютно. И этот очередной ролик тоже яркое тому подтверждение. Например, музыка начинается на шестой минуте, там, ритм, а мелодия на девятой. Секунди, секунди. Вот считаем. Интересные моменты. И интересно, какие вставки. На зеленом фоне некоторым, ну, это поражение, показывают видеоряд. Видеоряд очень интересный. Ничего позитивного в этом видеоряде, который транслируется тем людям, которые апатично сидят и все смотрят. Как овечки, я бы сказал. Ну, просто овощи, зомби. Сидят и смотрят в эту дополненную реальность. Почти в телевизоре. Можно сказать, что в телевизоре. Никакой разницы я не вижу между телевизором на глазах и телевизором, который некоторые все еще смотрят, которые все еще уставились. Противогазы, потери, болезни. Потребление. Это все транслируется. То есть, показывают человека, эту штуку на нем и показывают, что внутри транслируется. Ну, не по-русски. В лучших традициях клипа «Включите свет» там абсолютно то же самое. Там только шло это задним фоном. В клипе «Включите свет» тоже на ключевых моментах кое-что. И тоже все на ключевых моментах. И там показано очень-очень много чего интересного. И в цифрах, и задним фоном, скажем так. И взрывы. И разрушения, и маски. И вот здесь вот такое же программирование интересное идет. На 9 было Black Lives Matter. На 9 секунды. Ну и по включению музыки, сейчас я на каком символе все. Вот он идет. И посмотрим, на какой секунде. Тоже интересно. То есть, сложением цифр, какой тайм-код, на каком тайм-коде открывается и начинается музыка. На 18, то есть, на 9. Он что-то открывает там, кладет. На 24. Замок открывается. На 6. И на 33 музыка. Первый удар на 33 был. И на 36. Второй как бы. Идет ритм. Отбиваться на 33 на шестерке. А на 3.6 на 9. На победе. Начинается мелодия. Слушаем внимательно. Вот это вот нарастающее. Началось. Совпадение. Возможно. У меня вообще паранойя. И на 39 он вскрылся. Скажем так. Вообще красота. Золотистого меда. На 42 начинает петь. Ну, вообще, тут совпадения сплошные. И про золотистый мед не случайно. Но меда-то у мамки-то уже нет. Я постарался. Нет у них меда вообще. Поэтому они и хотят замереть всем муравейникам. Подключив нас к муравейнику через уколы. Красота же. Красота. И тут классика жанра. Просто классика жанра. На ключевых моментах. Ключевые моменты. Интересно. Тягучие и долго. На 54 хозяйка успела. Да надо же. Что за совпадение-то, а? Общий смысл всего. Люди в зеленых и синих. То есть зеленый цвет поражения, синий цвет смерти. Для них на их языке. Апатично лежат и смотрят то, что им транслируют. Никакой активности. Они просто лежат и им транслируют. Смотрим, что транслируют. Животные в загоне. Поразителен. К чему бы это? Конвейер какой-то. Люди вообще апатичны. Им пофигу, что с ними происходит. Они живут полно, даже находясь в домах у себя дома. Все в самоизоляции. Тут той самой, в кавычках, самоизоляции. Они смотрят то, что им транслируют. Не имея свое мнение. Они поглотители того, что им транслируют. А транслируют им программу. Посмотрим, на что программа им транслирует. Вот он выбирает в каталоге. Показывает он, как бы выбирает в дополненной реальности. И показывает тот самый каталог. Что же из этого каталога нам предлагают? В нас загружают? Это полностью показывает компьютерный мир. Дополненную реальность. Ту самую матрицу. Мне вообще это напоминает вот это вот. Четко люди сидят. В матрице. Нео проснулся и показывал. Огромная масса людей, которые погружены в матрицу. На самом деле это лишь Орлегория. Матрица тоже документальный фильм. На самом деле люди спят, думая, что они не спят. Не понимая, что происходит. И даже сейчас, когда все происходит, многие хотят вернуться к нормальности. А что считать нормальностью? То, что было до этого. Сокращение в два раза всяких, любых, всех больниц, школ. И увеличение за 20 лет в три раза так называемых церквей. Мест для помолиться и сокращения населения. Которые даже официально уже никак не прикрыт. Как мы по миллиону в год вымираем. Это нормально? Я думаю, что нет. А что нормально? Еще раньше, когда сдавали СССР, уничтожали. Или еще раньше, когда резали и рубили все проекты Сталина, включая бестопливную энергетику, свободную восстановление того, что было до потопа. Когда северную дорогу уничтожили, которая полностью на свободной энергии. Когда зарубили идею постройки маленького, трех больших водохранилищ. Хотя, если бы они были построены на Южном Урале, скажем так, и на Южной Сибири, то там климат был бы, но не как в Украине. Потому что демпфер такой, буфер будет тепловой. Был бы. Обозвали эту затею идиотской. Как и проект откапывания тоннеля до потопного на Сахалин. И начали качать нефть зачем-то. Хотя нефть, в общем-то, и не нужна была. Из Сибири. Ужасным барберским способом и так далее. И вот эти идеи покорения природы, скажем так, план, на самом деле, это улучшение природы, восстановление природы и климата до того уровня, примерно, каким он был до вторжения. То есть, субтропический климат везде. Практически везде. По всей Земле. Потому что, если бы в Сибири было, на Южной Сибири, маленькое озеро. Такое, типа Аральского. И часть воды была бы направлена в Аральское. То и Средняя Азия не была бы пустыней. И юг в Сибири был бы Подмосковьем, в лучшем случае. А то и, не знаю, Курском, если не Воронежем. И это реальность, которую зарубили. Ну, ладно, я отвлекаюсь. Пробуждение Нео. Так вот, что считать нормальностью? Многие не понимают, что... Я вот в ролике сделал, в одном показал о Рое. Песенька Рой называется. Не будет ничего, как прежний. Пора просыпаться всем. Просыпаться нужно анализируя, что нам втюхивает. Невозможно проснуться, не понимая, что нам втюхивает. Вот такими вот роликами. Он просто не успокоился. Это его проект. Проект глобалистов. То новое общество, которое нам транслирует. Теперь немножко план поменялся. Теперь они хотят скорректировать. Они хотят нам оттранслировать открыто. Вот это. По телевизору, то есть центральная трансляция, уже сигнала нет. Королева Роя померла. Мамки нет. Соответственно, они сами пытаются людям выборочно впендюрить другую идею. Вот мамка померла. Она в ванне. Проекция какая-то на стене того, что транслирует нам. Взрывы. Показываю, как это прошлое. Разрушение. Даже старое поколение. Сигнала нет, центрального. Но всем впендюрили индивидуальное. Как мы индивидуально привязаны к той же системе? Назовем ее искусственная матрица. Скажем так, как у Neo. Да, элементарно. Это и интернет, это и сотовый. И так далее. Это сотовый. Не случайно называют сотовый. Сота. Подключение. Ну, у меня все на эту тему. Старые люди пытаются найти старый сигнал, но его нет. Но им транслируют новый. Причем почему-то у старых синий цвет. Но это не суть. Важно, что все в дополненной реальности. Всем транслируют эту программу. И он показывает, что всем нам пока транслируют программу. Вопрос какую? А вот такую. Разрушение. Взрывы. Чаю мы вышли в огромный коричневый сад. Слева зеленый, справа синий. Вот странно. Как ресницы на окнах опущены темные шторы. Как ресницы опущены темные шторы. Вот зашоренность сознания, зашоренность видения. Слова тут тоже немножко резонируют с тем, что показывают. Выкину труп кита на берегу. Выбросившийся на берег. Вот это транслируют людям. Откажись от жизни. Прекрати. И так далее. Выйдя за границу своего обитания. То есть из человечности. Транскуманизм. Некие соединения человека и машины. Вот то, что Илон Маск со своим нейролинком делает. То, что... Это все показывает И.П. Агутин. У которого иногда судороги просто кистей рук перед камерами случаются. Гонки за право быть. Игилы всякие. Революции. Оружие. Вот это все транслирует нам. Ни одного позитивного момента я не увидел вообще. От слова совсем. Это вот прям в точку. Все и подобрано хорошо. Люди пытаются найти выход на ощупь вслепую. Ощупывают стены. Выхода нет. Вот эти идеи нам транслируют. Интересно, что там еще хорошего. В кавычках. Можно, кстати, сделать субтитры, чтобы всем было понятно. И где эти субтитры? Нафиг. Ну ладно. Падающий самолет, который подстрелили на зеленом фоне. Проигрыш на мутном. Да, сигнал у них слабый, но транслируют они все еще вот это вот, вот эту фекальку. Тоже символично, раз он сказал виноград. Старинная битва живет. Старинная битва. Ну да. Интересно, что будет на 2-2-2. На шестерке. Трансгуманизм. Рука вверх, но рука, скажем так, дополненной, нечеловеческой. То есть слияние человека и машины. Киборги. Киборг, которым транслируют, что быть и как делать, поднимает руку. Black Lives Matter. Вот он. Символ всех революций, символ Black Lives Matter и так далее. Все открыто, все четко. На уровне символов все понятно. Ракета вверх. Вот это будет развиваться. Причем киборги будут устраивать революции, устраивать погромы и так далее. Все четко. Я на фоне допотопного потолка, старого, скажем так, нашего человеческого. Все показано. Вот это выходит на первый план. Где курчавые вза... И это почти как Зига. Фашизм будет процветать. Цифра фашизм. Нет, он все не успокоится. Он все то же самое. Тоже Фаберже, но не знаю, какой уже клип подряд. Только в профиль. Охренеть. Люди. Вот этот просто в углу сидит апатия. Этот пытается найти что-то, какую-то информацию, но не получается. Потому что вот как слепой шрифт Брайли. Она вот так читает. Это для слепых. Нам транслируют идею, что мы слепые котята. 2, 3, 1, на шестерочке. Снова идею показывают слепую девушку в черной. То есть вся индивидуальность будет стерта. Все в каких-то черных, безликих одеждах, футболках и прочее. Свет включен, но он им не нужен. И они не видят. Они слепые. И слепые на ощупь пытаются ощупать мир. А не видят, потому что им... Вот еще не хватает тряпочек на рту. Была бы полная картина того, что нам транслируют, что... Что сейчас происходит практически. Наложенная картина мира навязана. И мы слепую пытаемся что-то найти. Вот так они нас видят. Они думают, что они умны, а мы тупые. На самом деле, роевого сознания уже нет. Я поработал. То, что я говорил год назад, реализуется сейчас. То, что я говорю сейчас, реализуется прям через год. Роевое сознание разрушено. Они подыхают. И они хотят максимум взять с собой. Муравейник замирает. А вот сможем ли мы перехватить правление, восстановить человеческое общество? Хороший вопрос. Но если мы начнем понимать, осознавать и думать, и передумать врага, осознавая такие клипы, я думаю, много получится. Надо зрить в корень. Корень вот. Символизм и программы на некотором квантовом уровне. Вот эти программы, которые нас впихивают в фильмах. До фильмов я еще доберусь, пока я только Таноса разобрал один. Но пока клипы. Фильмы впереди. Там тоже все открыто, все показано. Потому что когда еще было чем думать, Рой думал, у него иное было восприятие времени. И они знали, что и как будет. Поэтому пытались нас запрограммировать, чтобы выжить. Но выжить у них не выйдет. У него. У нее. У этого сознания. Не важно. Вот. Шрифт Брайли. Вот она, слепая. Смотрим. До этого были опять очередные возмущения, революции, митинги и прочее. Да, все это будет. Это будет в Европе. У нас зомбаки в основном. Мало кто выходит. Но выходить-то не надо. Что надо делать? Это пассивное гражданское неповиновение. Как минимум в части уколов я уже говорил. Причем еще год назад. Жги маску. Возможно игнору инициатив так называемого колониального правительства РФовского. И так далее. Это все я уже рассказывал. Рад, что многие каналы начинают это тоже транслировать, рассказывать и прочее. Идеи уже живут в массах. И их не остановить. Уже рад, что уколы делают фиктивные. Отметки ставят, а сами уколы не делают. Сливают в землю, куда угодно. Люди уже начинают понимать. Я сделал ролик о тампонах и всем прочем. О тестах показал, что там очень легко, очень небольшой химии можно парализовать работу мозга в перспективе. И так далее. Очень многие подтверждения пошло. Очень многие каналы начали развивать эту тему. Отлично. Я рад. Теперь я хочу, чтобы максимальное количество каналов начали, людей, блогеров, думающих людей, понимать, что на втюхе вот в такие вот клипы, вот такие вот агутины, нетрадиционные музыкальные ориентации. Причем, конечно, шедевральные Би-2, но они что-то замолчали в последнее время. Максим и прочее. Киркоровы. Различные Киркоровы, Максы Барских и так далее. Все у них открыто. На самом деле. Вот как здесь я отвлекся. Как здесь смотрим. Шрифт Брайля. Сжигание книг. Фашистская Германия. Вот откуда кадр. Вот в это нас помещают клиповое сознание. Сознание не воспринимает это программирование, потому что слишком быстро кадр мелькает. Это вспоминает только подсознание. Но подсознание знает, откуда кадр там, иначе все устроено. И вот это, поскольку быстро сознание не успевает обдумать и посмотреть, откуда этот кадр, но подсознание воспринимает все. Это технологии зомбирования по полной в этом клипе используются. Это кадры из сжигания книг фашистской Германии. Вот это транслируют нам по его плану, по их плану. Ни разу не масонскому. Ну куда же, по масонам сделаю, наверное, завтра разборчик некоторый, а потом по троллям масонским и различным масонотролльским каналам. Различной степени масонскости, скажем так. Так вот, 984, 451 по Фаренгейту и фашистская Германия. Все, вот оно все показано. Сжигание книг от 451 по Фаренгейту. Один в один. Там везде были экраны, как сейчас. Рассказ-то 70 лет назад, если не ошибаюсь, или около того. Но там показано все, что происходит сейчас. Абсолютно все. И сжигание книг, и телевизор, и Большой Брат, и наблюдение всех за всеми. И стукачество, и диктатура, и так далее. И вот это все отображено очень кратко. То есть можно не читать 451 по Фаренгейту. Можно посмотреть один ролик Камудина, если ты понимаешь, что там заложено. Новые каталоги. И что же у нас в новом каталоге-то интересно? На грядках. Чтобы выросло. Что у нас на этих грядках растет? Тоталитаризм. Вот это что он там? Трактором сдвигает Слона, что ли? В общем, уничтожение природы. Все открыто, все по полной. Смена реальности, мерности, одно в другое. Ну, красота. Люди спят. Сонное, вялое, апатичное настроение. Какое прямо сейчас нас заперли по домам, чтобы мы тупо либо ломали свою психику, либо это выходило в агрессию. Ну, в общем, уничтожение всего человеческого. Все то, что сейчас происходит. И нам транслируют страх, апатию, вялость. Это пытки. Психологически это пытки. Пытки это не физика. Люди голодают. Ничего. Не в диете пытки. Даже не физическая боль. Хотя дубинкой прикладывают по некоторым самым активным. В хорошем смысле. Пытки, они здесь. И вот пытки нам по полной устраивают. Уничтожая все человеческое. Ювеналкой, геноцидом, психологическим зомбированием. На всех уровнях. Нужно просто понимать, что происходит. Пахнет уксусом, краской, свежим. Сказал бы я, чем пахнет от этого клипа. Но я и так уже много говорю. Помнишь, в греческом доме любимая всеми жена? В греческом зале, в греческом зале. Понятно. Вот что. Выбирают. Разочарование, разрушение, плач. Вот что нам транслируют. Слезы, потери, разрушения. Взрывы, дым от пожарищ. Вот это все транслирует. И П. Агутин. И на ключевых моментах, на шестерочке. 3, 1, 2. Их черно-белый масонский пол, их черно-белый, скажем так, рояль. Ну, вот это смысл. Чередование и равенство. Добра и зла, скажем так. И от зеркальной поверхности. И отсылка кое-кому. Ну, это уже, я уже углубляюсь. Но вот на шестерочке интересные вещи. Они показывают, танстрируют. 6, 9. 3, 1, 2. Будет шестерочка. Показывают. Кто заказывает музыку. Интересно. Да нет уже золотого руна. Все. Йок. Спеклась. Что это такое тут? Пустая емкость. Пустой бассейн. На 3,9. Интересно. Ну, в общем, суть. Вот оно. И они планируют нам кое-что. На 3,21 можно посмотреть. Да, на 9. Ломаются деревья. Красота. Красота. Как они нас хотят победить. Устроить войны, разрушения, гражданские войны. Голодовку. Искусственный голод. Продукты на 100% подорожали стройматериал. На 100% за год. И это только начало. Цель уничтожить все возможные накопления. Склады горят военные. В Минградской области тоже есть ролики. И это происходит по всему миру. Начали это еще с Бейрута. Где огромный шехап и огромнейший элеватор. Где хранилось зерно для всего Ближнего Востока уничтожено. И уже открыто понятно, чьи это ракеты, какого государства, близкого к таким вот музыкантам. Сейчас это же государство уничтожает некоторые объекты в Иране. Чтобы они не смогли ответить. Полно объектов уже. И химическое, и ядерное объекты и так далее. Но это лишь начало. Дальше будет хуже. Планы у них устроить хаос по всему миру. И вот этот клип каким-то чудесным, мистическим образом отражает все планы глобалистов, которые я показываю. В том числе я, в том числе, на канале Цельнодорг. К счастью, все уже нормальные блогеры. Естественно, не на ютубе, потому что ютуб помойка показывает это везде, где можно. Свет на 3.3. И переход этого света на агутин. На трех треках, на девятке. Как они хотят, интересно, победить. Все открыто. Пространство времени полностью пытались стереть, уничтожить. Да, тут показывает ядерный взрыв, но они пытались оцифровать и уничтожить. Не выйдет. С тех пор было столько попыток. И в том числе, ну... Нет у них уже сейчас ни пространства, в том числе квантового, ни времени. Как-нибудь в сеансах покажу, потому что в сеансах много накопилось, но мы уже не записываемся. Моно их месяца три. По большому счету, слишком много, слишком много фантастики там, но посмотрим. В общем, они хотят стереть все полностью. И это все в клипе показано. В открытую. На двух шестерках. Вот оно. На 3.9 закрывается дверь. На 3.42 на девяточке. Одиссей возвратился. Опустошен Одиссей. И он никуда уже не вернется. Пипец твоему, Одиссею. Леня! Пойми. Умей признавать поражение, как говорил Танос. Узбогойся. Это все. Мамка йог, красно-черный йог, черти все йог, квантовые кампы йог. Пипец! Высшие масоны йог умрут. Что? Несчастные бабки есть. Все, что они могут, сейчас людей натравлют друг на друга. Если мы избавимся от уколов, потому что это их план глобальный. Кто-то верит, что ПУ что-то решает. Если кто-то верит, что Эрефия это какое-то независимое государство, рука-лицо. Это их решение, пусть уколется и забудутся. Будут вот как с этим вот. Нормальные люди понимают, что все глобально. И у нас глобальная была масонская власть, которая сейчас помирает. Нужно выжить. И главное не перебить друг друга. Осознаться. Понять, что враг у нас один. У нас не хрестанутые враги. Они просто заблуждаются. Ну, и понашки. Не монашки, а и понашки. Бывает. Не аллах-акбаровцы любят постоять кверху попой. И что неважно. Бог с ними. Им сказали, что вот это было всегда. Хотя куча доказательств на канале. Что все религии придуманы в 19 веке. После вторжения. После ядерного удара. После уничтожения человеческой цивилизации. Как это не шокирующе звучит. Да, для многих, кто привык просто слепо верить, не проверяя, это шокирующая информация. Да, нужно людей вытаскивать из этого морока религиозного, на мой взгляд. Но люди не враги. Даже если они искренне верят, что они воины, пророка и так далее. С ними тоже можно работать. Разговаривать по-человечески. Объяснять свою позицию. Потому что я не враг религий и людей, которые в это верят. Хочешь ты верить? Ну, верь, пожалуйста. Но нас разделяют и стравливают этим. Так вот, от многих. Что проснуться, означает не вернуться к той реальности, которая была. Потому что даже та нормальность, которую мы знаем, воспринимаем как норма, это уже искажение. Нужно вернуться к началу, к осознанию того, что все, в чем мы живем, это огромная, глобальная ложь. Время пробуждения пришло. Выхода иного нет. Просто понять, что даже то, что было до этого непонятного модного гриппа и этих тряпочек, тоже не было нормальным. Пришло время осознать. Пришло время проснуться. Одиссей не вернется. Пусто. И нам нужно людям объединиться, понять, что враг у нас один. Они выглядят как люди, у них просто раевое сознание, иное мышление. Мы для них просто пища. И сделаю как-нибудь ролик. И о каннибализме, и о ритуалах по излучению красной жидкости. Особо насыщенные определенными протеинами, скажем так, которые очень похожи на адреналин. Все, на девяточке, на 3, 5, 1. 5, 1 это 6, и на девяточке. Все, гаснет. Очередное совпадение. И циферка 13 появляется, тоже в определенный момент интересный. Вот оно. И все заканчивается на 3, 59, ну на 3, 6. Не важно. 3, 6 тоже 9. В центре. И мы циферка к некой мозаике. Сложи мозаику из всего, что мы увидели. Я думаю, у тебя получится, воин, самостоятельно проделать это. Тренируемся. Я уже перечислял кучу роликов, которые можно просмотреть и передумать. Если мы понимаем, в чем мы, что там заложено, вся энергия, которая вложена, и всех посмотревших, идет на пользу, общему благу, на пользу Вселенной. Эти изменения сложно не почувствовать, когда ты понял своим сознанием, что происходит. Я думаю, это апгрейд, подъем на следующий уровень и так далее. Поэтому, воин, все в твоих руках, и все интересное только начинается. Будь со мной, воин. Будь со мной. И думай.